Реки и озёра, загадочные тропы и цветы. В областном выставочном зале открылась выставка памяти Анатолия Петрова. Знаменитого липецкого художника не стало два месяца назад. Чтобы почтить его память, в зале собрались друзья, родственники и коллеги. Его искусство – это искусство сердца. Что волнует сердце, то рисовала его кисть. Вот это вот мы в настоящее время видим. Он любил всякую природу. Он говорил, как поётся в песне, у природы нет плохой погоды. Всего на выставке 40 работ. Все написаны акварелью. Эту технику считают одной из самых сложных. Во-первых, краска не всегда ложится именно так, как хочется мастеру. Во-вторых, исправить ничего нельзя. Если попало не точно, можно сразу же менять бумагу и по-новому всё писать, в отличие от масла. Масло там можно и счищать, и дополнять, и так далее, и так далее. Акварель – это точное попадание. Друзья вспоминают, Анатолий Петров часами мог наблюдать за тем, как меняется природа. Чтобы успеть поймать все светлые оттенки, писать этюды, он уходил в 4 утра. Постоянно природа очень быстро меняется. Вот там только туман, потом сразу пропадает. И надо успеть что-то сделать. Ну вот, как видно по листам, он успевал. Его мастерской осталось больше 250 работ. Вдова планирует раздать какую-то часть друзьям и родственникам художника. В ближайшее время подобная выставка откроется и в Чеплыгине. А посмотреть на работы Петрова в Липецке можно до 5 июня. Татьяна Кощук, Вадим Гапанчук, ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok